История патрульно-постовой службы ведет свой счет с начала 20-х годов прошлого века. Именно в это время в штатах милиции появились пешие и конные милиционеры, следящие за общественным порядком на улицах города. Свой нынешний облик патрульно-постовая служба в Беларуси получила в 2001 году, когда был создан полк ППС при Минском горисполкоме. Спустя четыре года аналогичные подразделения появились во всех областных управлениях внутренних дел. Вместе с их появлением расширились и их функции. Сегодня люди в погонах не только охраняют общественный порядок, стоят на страже безопасности граждан и имущества. Они также участвуют в раскрытии преступлений и правонарушений, в розыске и задержании злоумышленников. И тому есть наглядные примеры. Последний знак – это за самоданную службу. Я получил за раскрытие преступления грабежа. Человек совершил в течение часа три грабежа. Мы его задержали на территории Брест-Центральной. Он уже сжигал оставшиеся, что ему не нужно. В еждоке, в принципе, как-то так. Сегодня сотрудников ППС можно увидеть как в местах проведения праздничных мероприятий, так и в местах отдыха граждан. Сотрудники данной службы часто проводят комплексные профилактические кампании для предупреждения и пресечения алкоголизма и распространения наркомании. В дождь и снег, в холод и зной они всегда на посту. В любое время суток на виду готовы пресечь, более того, предотвратить преступления. Именно поэтому в зоне их пристального внимания нетрезвые граждане, хулиганы и трудные подростки. С ними сотрудники ведомства ведут непрестанную борьбу. При этом не боятся менять тактику и периодически прибегают к экспериментам. В последнее время мы практикуем практику профилактических отработок районов. То есть на один из маршрутов на полтора часа концентрируем количество нарядов, то есть практически вся рота задействована на службу в эти сутки. В количестве полутора часов отрабатывает указанный маршрут какой-то определенный и прилегающий к нему территория. Естественно, что изымаются спритонов, нарушители общественного порядка, изымаются лица, которые находятся в нетрезвом состоянии, хулиганы. Отрабатываются социальные неблагополучные квартиры, доставляются эти граждане, правонарушители, на опорные пункты милиции, в РОВД. С ними проводится там работа. С кем профилактическая беседа, с кем-то, в отношении кого-то составляется административный протокол. Постоянно совершенствуя систему работы, патрульно-постовая служба милиции представляет собой динамично развивающееся подразделение правоохранительного ведомства, которое действует по одному очень важному принципу – все для защиты интересов и безопасности граждан.